МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашии информационная программа Республика. С главными событиями понедельника вас познакомят наши корреспонденты и я, Юлия Важенина. Вот главные темы выпуска. Праздник, весны, теплан и обновление мусульмане Чувашии отмечают Навруз. Осторожно, гололед, резкие температурные колебания сделали улицы столицы опасными для здоровья. Народные танцы и кружки по интересам в республике действует программа модернизации сельских клубов. Изыскать резервы и обеспечить социальную стабильность. Такие задачи глава республики поставил перед активом Шумерлинского района. С депутатами и руководителями сельских администраций Михаил Игнатьев встретился сегодня. Подробнее в нашем следующем сюжете. Шумерлинский район развивается динамично. Такую оценку местным властям дал руководитель Министерства экономического развития и торговли Владимир Аврелькин. За последние годы в муниципалитете увеличилось количество малых предприятий. Недавно здесь заработал и новый цех металлообработки. На подобные проекты в районе сейчас делают ставку. Львиная доля доходов в местный бюджет поступает именно от бизнесменов. В целом же, как закончили 2014 год? В 2014 год общий консолидированный бюджет составил 180 миллионов рублей. Причем собственные доходы увеличились по отношению к 2013 году на 26%. Это очень хороший показатель. Но в непростой для экономики страны период республика начала пересматривать свой бюджет. Неделю назад антикризисный план представили и власти Шумерлинского района. Резервы у муниципалитета есть. Необходимо активнее вводить в оборот неиспользуемые земли и увеличивать производство овощей. В ближайшие месяцы намерены оптимизировать и расходы администрации района. Кроме этого, планируем в рамках сокращения численности муниципальных служащих сэкономить 134,8 миллиона рублей. Плюс переводим муниципальных служащих в бухгалтерию администрации, в централизованную бухгалтерию. Мы закончим сегодня и централизацию бухгалтерии для сведения. Там тоже определенный экономик СФ предполагается. Все взятые на себя социальные обязательства республика намерена выполнять и дальше. В этом году из регионального бюджета Шумерлинскому району направят более 60 миллионов рублей. На эти средства в муниципалитете планируют построить и новые дороги. По тем данным, которые мы имеем, наши специалисты выезжали, 19 населенных пунктов нуждается в строительстве автомобильных дорог местного назначения. У нас где-то информация есть, мы ничего не скрываем. И поэтапно, поэтапно, с учетом финансовых возможностей, Шумерлинский район он стороне не будет доставаться. На встрече с активом муниципалитета свои вопросы гостям из Чебоксар задавали рядовые жители. На территории района они предлагают создать центр для тренировки велосипедистов. Михаил Игнатьев эту идею поддержал. Мы на улице Афанасьева в этом году ведем в эксплуатацию межрегиональный центр по маутенбайку. Подумаем, оценим, может какой-то филиал от того центра по маутенбайку здесь можно будет открыть. Там как бы она такая опасная трасса, а те, которые хотят заняться на ровной трассе, допустим, любители спорта, кто хочет стать на самом деле олимпийским чемпионом, никаких вопросов нет. Ну а уже весной в районе планируют устроить массовый велопробег. Участие в нем готов принять и глава региона. Медрик Ковалев, Расиль Мухаммедов, Республика. Руководитель администрации главы Чувашской республики Юрий Васильев стал заместителем председателя кабинета министров. Указ о его назначении вице-премьером подписал глава республики. Михаил Игнатьев отметил, что он прошел хорошую школу, работая в разных должностях. И показал себя как эффективный руководитель. Глава Чувашии также отметил, что ждет от Юрия Васильева результативных действий, направленных на улучшение общественно-политической ситуации в республике. Михаил Игнатьев сообщил также, что подписал указ о назначении Сергея Викторова руководителем Государственной службы занятости населения Чувашской республики. Председатель кабинета министров Чувашии Иван Маторин провел видеоконференцию с главами администрации муниципальных районов и городских округов Чувашской республики. Обсудили вопросы летнего детского отдыха, качества питания детей в дошкольных учреждениях. Отдельная тема – занятость ребят школьного возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации. Министр образования и молодежной политики Чувашской республики Владимир Иванов отметил, что размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях варьируется от 50 до 90 рублей в день. К небольшому росту оплаты за детский сад привели новые нормативы СанПИНА. Соблюдать их обязаны все детсады. Особое внимание будет уделено так называемым трудным подросткам. Многие из них смогут не только отдохнуть, но и поработать. Практически 100% мы планируем, что дети отдохнут, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Их всего у нас 48 652 ребенка. Кроме того, у нас в 2015 году запланировано трудоустроить около 16 тысяч подростков. В том числе 50% из них находятся в трудной жизненной ситуации. Кроме того, Михаил Игнатьев издал распоряжение о проведении в 2016 году мероприятий, посвященных 80-летию автора государственного герба и флага Чувашской республики Элли Михайловича Юрьева. Кабинету министров поручено сформировать организационный комитет по их подготовке и проведению. В Чувашии проживают 128 национальностей. Все они придерживаются разных традиций и принадлежат к разным конфессиям. Мусульмане всего мира в эти дни празднуют наврус. Разнообразные татарские сладости, яркие узбекские костюмы, необычные азербайджанские танцы. В праздничном калейдоскопе смешались культуры всех народностей. Этот наврус Чебоксара запомнит надолго. С каждым разом празднование весеннего Нового года, как называют наврусо-восточные народы, становится все масштабнее. Мы этот праздник сегодня отмечаем столь масштабно, что он дорос благодаря тем, прежде всего, руководителям национально-культурных объединений, которые у нас в Чувашской республике сегодня работают, уже до масштабов Чувашского государственного театра оперы и балета. Вместе с тем мы помним, как это все начиналось. Мы начинали в Чувашской национальной библиотеке. Потом мы проводили праздник в нашем Чувашском государственном институте культуры и искусств. И сегодня, как уже сказал, это театр оперы и балета. И всегда этот праздник вызывал очень большой интерес. Активными участниками праздника стали студенты Педагогического университета. Одни предлагали гостям продегустировать восточные сладости, другие демонстрировали национальные костюмы. Тут вот чувствуется такая тепловая атмосфера, как будто попали в частичку нашей Родины. Вот тут праздник Новый Русс, очень дружелюбно. Нам тут очень нравится. Поздравить земляков с мусульманским Новым Годом приехала и представитель Всероссийского азербайджанского конгресса. В эти праздники все оживает. То есть и природа, и люди очищаются. И это все дает возможность прощать какие-то обиды и так далее, и так далее. Начинается новая жизнь. То есть в переводе в образ означает новый день. И вот поэтому этот праздник очень приятен и радостен для каждого жителя, поскольку это считается Новым Годом, весенним Новым Годом. Между тем ежегодно Наврус отмечают не только в столице Чувашии. Во многих селах и деревнях республики в этот день стол ломится от обилия национальных блюд. Восточные народы считают, чем больше разнообразных блюд и сладостей будет на праздничном столе, тем благополучнее и урожайнее будет грядущий год. В последующие 13 праздничных дней также принято ходить друг к другу в гости и устраивать народные гуляния. Дарина Игнатьева, Елизавета Зайцева, Александр Петров, Республика. Глава Чувашии Михаил Игнатьев побывал с рабочим визитом в Ядринском районе. Он встретился с депутатами районных и городских собраний, главами сельских поселений. Об итогах и поставленных вопросах в следующем сюжете. 2014 год был непростым для экономики России. Неблагоприятная ситуация коснулась и нашей республики. На этом фоне главным вопросом стало обеспечение устойчивого развития экономики и социальной стабильности. Сделать это возможно только за счет стимулирования экономического роста. Мы обеспечиваем осуществление всех социальных выплат и, кроме того, мы увеличили расходы и на реальный сектор экономики. В разы больше у нас расходы и на сельское хозяйство, и на дорожное хозяйство, чем уровень прошлого года. Глава районной администрации Владимир Кузьмин отметил, что основной задачей этого года является регулярный сбор налогов и рациональное их использование. В числе приоритетных направлений развития сельского хозяйства и финансирования социальной сферы. Планируем начать строительство еще двух многоквартирных домов. Это тоже рабочие места дополнительные, это тоже налоги, которые поступят в районный бюджет. В рамках республиканской адресной инвестиционной программы в районе строятся фельдшерско-акушерские пункты. В бюджете этого года выделены средства на благоустройство населенных пунктов, ремонт и реконструкцию дорог. Как отметил глава республики Михаил Игнатьев, сложная экономическая ситуация не должна помешать выполнению поставленных задач. Будем мобилизовываться и трудности преодолевать. Когда трудно, человек напрягается, мозги напрягаются и всегда можно решение находить, по сути дела. На встрече в Ядренском районе обсудили планы проведения 70-летия Великой Победы. Глава республики вручил ветеранам юбилейные медали. Мы должны все сделать для того, чтобы все было на уровне, все было достойно. И огорчений никаких со стороны наших участников Великой Отечественной войны ветеранов не было. Татьяна Леонтьева, Андрей Спиридонов, Республика. В этом году у столицы республики большие планы. 344 миллиона рублей требуется на строительство развязки улиц Фучикайги. Более 30 миллионов на реконструкцию Марпасадского шоссе. Немало средств понадобится на переселение из ветхого и аварийного жилья. Жильцы 267 домов должны получить новые квартиры до 1 января 2017 года. Бюджетные расходы столицы обсудили на встрече депутатов Чебоксарского городского собрания с главой Чувашии. В прошлом году депутаты ЧГСД трижды вносили изменения в бюджет города. Это позволило увеличить объем доходов почти на 2,5 миллиарда рублей. В результате он составил 8,6 миллиарда рублей. В этом году корректировок также не избежать. Расходов немало. А вот источников пополнения не так уж много. Наша задача в этом году посмотреть все возможности и невозможности. Каждый, мы говорим, что в первую очередь, здесь важно каждый квадратный метр. И недвижимости города он должен работать. Каждый квадратный метр земли, который есть у нас в городе, он должен работать и приносить доходы в бюджеты. Проблемы с доходной частью столичного бюджета существуют. Это понимают все участники встречи. Несколько предприятий различных форм собственности задолжали городу за аренду земли 290 миллионов рублей. Причем треть из них принадлежит группе компаний САВА. Как министр финансов Российской Федерации говорит, в период кризиса бизнес выходит в серую зону. В серую зону по выплате за аренду. И еще следующий признак – это недобросовестность и несовременные платежи. Эти признаки действительно присутствуют у нас на территории. В то же время, по прошлому году, только если смотреть, то увеличивается количество лиц в трудоспособном возрасте, но которые нигде не работают. То есть отчисление пенсионных фондов и НДФЛ от них не идет. Депутаты совместно с администрацией Чебоксар создали рабочие группы, чтобы работать с предприятиями-должниками. Михаил Игнатьев подчеркнул, что промышленные предприятия не останутся там, где это возможно, без государственной поддержки. Планируется снизить налоговую нагрузку на предпринимателей. Еще один шаг – возмещение затрат по реализации отдельных государственных программ. Анастасия Алексеева, Андрей Спиридонов, Республика. Стоимость продуктов в феврале-марте и стабилизация цен. Эти цены стали главными на заседании оперативного штаба по мониторингу ситуации на продовольственном рынке. Продолжают расти, но не так быстро, как раньше. Так можно охарактеризовать ситуацию с ценами на продукты в республике. Чтобы достигнуть даже таких результатов, представителям власти пришлось потратить немало сил. Специалисты проверили цены в 34 объектах розничной торговли. Вместе с антимонопольной службой проанализировали ситуацию на молочном рынке. Кроме того, правительство нашло много новых поставщиков, чтобы в конкурентной борьбе сбить цены. Столичная мэрия организовывала ярмарки «Покупай дешевле». Диктовать цены продавцам напрямую государство, конечно, не может. Однако, к примеру, с крупными сетевиками можно было попробовать договориться. С некоторыми это получилось, отметил министр экономического развития, промышленности и торговли. Результаты дали о себе знать. В рейтинге ситуации по продовольственным ценам среди всех регионов России наша республика на 63 месте. Впрочем, снижение цен на некоторые товары может иметь сезонный характер. Картофель продовольственный, конечно, подорожал за эти два месяца. Но в последние дни, буквально с 19 числа, наблюдается уже снижение. Это говорит о том, что появился картофель, который уже на складах был. И его вытаскивает. И сейчас тенденция снижения цен немного будет наблюдаться по картофелю до того, пока не выйдет картофельного урожая. Как выйдет картофельного урожая, конечно, здесь уже цены будут выше. Есть и продукты, на которые рост цен в феврале по сравнению с январем составил все 50%. Это, к примеру, бананы, виноград и завозные огурцы. В марте зафиксирован незначительный рост на макаронные изделия, колбаса, творог, кефир, масло подсолнечное. На остальные виды товаров цены оставались относительно стабильными. Правительство продолжает держать руку на пульсе. Ольга Пырочкина, Сергей Рябчиков, Республика. Осторожно, гололед. В последнее время погода нас постоянно удивляет. То оттепель, то легкие заморозки. Опасной территорией становятся дворы и участки дорог, не имеющие собственников. За окном, казалось бы, вовсю весна. Но и зима пока не хочет сдавать своих позиций. Буквально вчера термометр вновь стал опускаться ниже нуля. А похолодания никогда не приходят без своего спутника-гололеда. Можно поскользнуться даже на, казалось бы, чистых тротуарах. У врачей-травматологов вновь прибавилось работы. Ушибы, растяжение, переломы. Увеличилось количество переломов. Вывих в растяжении увеличилось количество на 6,5%. И переломов на 2,7%. По годам, я в сравнении, 13-14 год. Выросло количество уличных травм. С 398 в 13-м, 343 в 14-м и 379 в 15-м. То есть на 15% уличный травматизм вырос. Ну, я так полагаю, что учет сейчас ведется у нас с января месяца по улицам. Острая боль и отек – вот два главных симптома перелома. И в этом случае нужно незамедлительно обратиться в больницу. Если раньше на вызов 03 отвечали операторы, то сейчас на телефоне сидят фельдшеры, которые с легкостью могут вас проконсультировать. Тем более, что травпункт работает круглосуточно. Кстати, первую помощь оказать пострадавшему может и сама природа. Природа все придумала хорошо. Вот на улице снег, гололед, лед. Из-за этого льда мы получаем травмы, падаем. Вот этот же лед, он лечебным действием обладает. Покой и холод. То есть мы накладываем повязку на эту конечность и максимально держим холод. Целлофановый пакет набираем этого же льда или снега и держим. Боль проходит, отека нет. И человек спокойно может добраться до травмпункта, до травмоотделения, где ему окажут помощь. То есть ни мази, ни кремы, ни в этом случае даже какие-то спасатели глупые. Это не надо ничего. В такое время года очень часто наша обувь превращается в настоящие коньки. Упасть можно в любой момент. Группа физиков пришла на помощь человечеству и разработала оригинальный вариант резиновой подошвы ботинок, которая сохраняет стабильность и не скользит даже при сильнейшем гололеде. На такую обувь стоит обратить внимание всем жителям республики. Особенно к горожанам с юго-западного района города Чебоксары и с улиц Мичмана, Павлова, Горького и Университетской. Ведь именно оттуда очень много обращений с ушибами. Юлия Важенина, Николай Яковлев, Республика. Программа модернизации сельских клубов действует в республике с 2007 года. Она предполагает реконструкцию зданий, сельских очагов культуры и закупку нового оборудования. Мои коллеги побывали в Яльчикском районе и проверили, как осуществляется программа. Ежегодно в республике ремонтируется около 30 клубов. Деньги на ремонт выделяются из республиканского бюджета. Но при условии зафинансирования из района казны в размере 25%. Подключились к программе и жители села Большие Яльчики. В прошлом году они получили грант в размере 900 тысяч рублей по программе «Компактная застройка». Дополнительно 400 тысяч было выделено непосредственно на модернизацию клуба. Таким образом удалось сделать капитальный ремонт сцены. Заменить декорации, занавеси и покрасить полы. Отреставрировали клуб и в соседнем селе. В преддверии Дня Великой Победы не остались без внимания и памятные обелиски. В селе Новая Байбатра в Яльчиковском районе благоустройством занялись еще два года назад. Восстановлением памятника занимались всем миром. В Чебоксарах продолжает работу Международная школа молодежной дипломатии. Старшеклассники, ведущие гимназии и лицеи в столице, учатся через деловые игры, открывать посольства и принимать зарубежные делегации. А также слушают лекции преподавателей МГИМО. На очередную встречу с будущими дипломатами приехал чрезвычайный и полномочный посол России, профессор кафедры дипломатии МГИМО Павел Федорович Лядов. Просто и доступно он рассказал выпускникам о работе и личной жизни дипломата. Предупредил, что путь от Аташеда посла может длиться десятки лет. Вспомнил о самых ярких моментах карьеры. Вы знаете, мне на всю жизнь запомнились переговоры в Пекине. Переговоры с Китаем по урегулированию пограничных вопросов. Потому что эти переговоры заложили в ту пору, когда у нас с Китаем, ну, мягко говоря, были не самые добрые отношения. Был такой период, к сожалению, в наших отношениях. Но эти переговоры заложили основу того, что мы имеем сейчас, когда Китай стал нашим стратегическим партнером. Договор с МГИМО об открытии Международной школы молодежной дипломатии в Чувашии заключила 4-я Чебоксарская гимназия. Основная задача курса – помочь выпускникам подготовиться к поступлению в ВУЗы, связанной с системой международных отношений. Моя заинтересованность обусловлена во многом, как и заинтересованность нашего гостя. Просто действительно интересно, как живут народы разных стран. Интересен процесс формирования отношений между различными государствами. Интересно то, как поддерживается мир, как заключаются различные соглашения. Все это, на самом деле, очень интересно, и поэтому хотелось бы связать свою жизнь с этой сферой. Товарищество собственников жилья одного из домов поселка Ольгешево ежегодно проводят различные выставки и всевозможные конкурсы. Сейчас в одном из подъездов жители организовали выставку «Наша дружная семья». Она постоянно пополняется новыми работами, причем весьма оригинальными. Вот уже 14-й год подряд жители 9-го дома по улице Розы Люксембург организовывают тематические конкурсы. На этот раз в специально отведенном месте при входе и выходе гостей встречает настоящая творческая мастерская. Здесь представлены работы тех, кто живет в этом подъезде. Идея принадлежит дружному и сплоченному коллективу жильцов. Этот дом был построен для северян в основном, и они очень долго не заезжали. Здесь в основном жило 20 семей. И мы очень сдружились, и вместе всегда собираемся на субботниках. И вот со временем появилась идея проводить выставки. Фантазии каждому участнику выставки конкурса не занимать. В качестве подручных материалов годится бумага, бисер, мотки, пряжи. Уже через неделю будут определены лучшие работы. В качестве жюри выступают, как правило, незаинтересованные люди, соседи из других домов. Именно они определят счастливчиков, которые получат дипломы и ценные подарки. Не первый год в конкурсах участвует семья Ржановых. В этот раз Юрий Михайлович и его восьмилетняя дочка Кира смастерили космический корабль. Спирать чуть-чуть, потом лампочки поставили, чтобы горело. Спирать просто тарелки были и диск. Потом решили лампочки поставить, чтобы горело. Жители гордятся своим домом. Здесь любят поздравлять с днями рождения, вывешивать фотографии с общих праздников. И все эти традиции прерывать не намерены. Екатерина Абрамова, Сергей Рябчиков, Республика. Стоматология – самая динамично развивающаяся отрасль. От отвара шалфея до 3D-моделирования зубов. И это всего за несколько десятилетий. В 1985 году в столице Чувашии начали готовить специалистов по направлению стоматология. На медицинском факультете Чувашского государственного университета прошла конференция, посвященная памяти основателя стоматологического факультета Федагея Хамитова. Об этом смотрите далее. Я с вами прощаюсь. До свидания. В 21 веке люди не хотят терпеть боли, слышать ненавистный с детства звук бормашины. Но хотят иметь здоровые зубы. Ведь, как говорят, улыбка – это то, что никогда не выходит из моды. Сейчас стоматология может удовлетворить любые потребности. Современные направления, новейшие методы и достижения обсуждали на международной конференции «Стоматология 21 века». Мы очень рады, что приезжают ведущие профессоры не только выступать с Чувашской республики, но и с Казани. Приедет сын профессора Хамитова. Приезжают с Москвы, приезжают из Таджикистана профессоры, которые проведут мастер-классы и чтение лекций по новому направлению стоматологии. И сегодня надо говорить уверенно, что стоматология вообще развивается так семимильными шагами. И мы, чувашские стоматологии, не отстаем. У нас тоже есть что показать, что рассказать. Конференция разделилась на несколько секций. Профессионалы от стоматологии обсуждали темы 3D-моделирования, удалению зубов, мудрости при помощи ультразвука, использование нанобактерий в гигиене ротовой полости. Все это еще совсем недавно считалось фантастикой. Скучно не было ни продвинутым специалистам, ни студентам. Медицина не стоит на месте. Мы должны каждый день что-то впитывать новое. И именно такие конференции дают нам такую возможность. Вообще мне интересно направление хирургии, и поэтому мне лично будет интересно изучать эту проблему. Особенности – это седация, расщелины верхней челюсти. Сын основателя факультета Рустам Хамитов считает, конференция представляет интерес и с исторической точки зрения. Когда мы помним и знаем нашу историю, то мы приобретаем корни для того, чтобы наше будущее соответствовало нашим ожиданиям. Стоматологическая служба из медицинских специальностей – это служба, которая на сегодняшний день имеет очень большое развитие. И я думаю, что стоматологи никогда не останутся без работы. В этом году конференция «Стоматология 21 века» на базе медицинского факультета прошла в первой и, судя по отзывам, не в последний раз. Редактор субтитров А.Семкин